Приветище! Это Скрипт Механик и мы продолжаем заниматься в нашей мастерской различными разработками. В прошлой серии мы построили бота, сделали колеса, поставили эти колеса на наш драндулет. Конечно же всех колес нам не хватило. И теперь у нас вот такая тачка. В общем, сейчас мы ее с тобой разберем, потому что нам нужно ее переделать. И очень много было комментариев о том, чтобы я двигатель подсоединил на передние колеса. Что ж, давай это собственно и сделаем. Начнем мы, конечно же, сегодняшний день именно с реконструкции нашей тачилы. Вот так вот. Потом мы займемся фермерством, потому что у меня уже критически мало еды. У меня есть молоко и есть вот этот вот саншейк. И все, больше из еды у меня ничего нету. Так что нам срочно нужно заниматься огородничеством. Ну а пока я занимаюсь разборкой нашей тачки, не забудь поставить лайк этому видео и подписаться, если ты еще не подписан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот такой вот у меня получился трицикл. Потому что у меня всего три хороших колеса. Четвертый я еще пока не сделал. Будем выкручиваться как умеем. Опускаем и тестим. Надеюсь, что он не будет переворачиваться. И он у меня переднеприводный. Передние колеса ведут как все и хотят. Очень хорошо рулится. Ну что, осталось только добавить сюда наш фонарь. Вот так вот будет сиять, свететь ярко. И, конечно же, переключатель. Двигатель, как ты видишь, у меня скрыт под блоками металла. То есть до него роботам будет сложно добраться. Нужно будет также оградить еще сидуху. А вот с колесами я не знаю, что делать. В комментариях говорили, типа, сделать вот такую вот рамку. Ну вот, что-то типа такой вот рамочки. Типа, это спасет колеса. Ну блин, нафиг оно надо? Не хочу. Ладно, что, погнали заниматься грядочками. Короче, трицикл как-то едет не очень хорошо. Не очень бодренько. В комментариях мне также писали о том, чтобы я сделал его из дерева. Мол, он будет так легче и двигатель его будет тянуть быстрее, шустрее. Что-то я не придал этому значению. В следующий раз попробую сделать все из дерева. Ну вот я и вернулся обратно к нашему разбитому кораблю. Вот они наши грядочки. И ну тут куча роботов, блин, надо света выключить. Капец, вылазим. Они мою грядку захватили. Вы офигели? Кстати, этот робот умеет плавать. Обалдеть. Слышь, паука стоит. О, микросхемку хоть отдал. Спасибочки. Ребятульки, вы что тут делаете? Огородик мой по счете, да? Это вы мне его вечно выкорчевывали. Зацранцы. Иди сюда, последний лапоть я сейчас отберу. Корыто-то металлическое. Отлично. Так, значит, побыстренько мы забираем грядочки. Блин, жрать хочу. В животе урчит молочко где-то было. А вот. О, вот так-то лучше. Короче, вот эту штуку я тоже думаю разобрать. Место есть. Место есть. Значит, лампу снимаем 100%, крышу тоже. Блин, инвентарь полон. Так, а где мой мочек? Э, мочек! Куда мочек укатился? Что-то я не понял. Куда он делся? Не мог же он утопиться в реке? Прикинь, утопился. Ёшки-макарёшки. Так, надо поднять его на сушу. Конечно же он утопится. Тут горочки такие. А ручного тормоза-то у меня ещё нет. Я его не придумал. Вот, стой здесь. Короче, хочу в него топляк влить весь. Чтобы место освободить. И ещё парочку вещей на него поставить. Вот, например, переключатели всякие. Чтобы место из инвентаря освободить. Как насчёт сделать глушитель? Да, мы сделаем мощный, крутой глушитель для нашего трицикла. О, вот и глушитель, пожалуйста, у нас теперь есть. Слушай, а что если мы старенькие колёса прикрепим к колёсам? Типа вот так вот сделаем. Спарка из колёс. Прикольно же. Как на настоящих грузовиках. Ой, не так поставил. Вот. Это всё я делаю ради того, чтобы освободить место. Мне срочно нужно место. Блин, сюда никак. Ладно, давай тогда три влепим наперед. Наперед. Наперёд. О, вот это мощь. Блин, ну поворачиваться, конечно, это всё будет дико ужасно. Ну да пофиг. Продолжаем разбор нашего сарая. Точнее, не нашего, а чьего-то. Не знаю, чей это был сарайчик в прошлом. Ну вот и всё. Был сарай, да сплыл. Вроде бы я всё тут собрал. Можно отсюда чешать. Помчали. Проверим мои вездеходные колёса. О, нифига себе, да. Да обалдеть. Тачка стала ещё лучше гонять. Точнее, три цикла. С такими колёсами. Вот это да. Вот это я понимаю. Моща. Короче, доехали до маленьких ларьков. Их, я думаю, тоже разобрать. В быту 100% пригодится. Короче, нам нужно освободить срочно место. Поэтому мы сейчас модифицируем наш трицикл. Вот эту лампу сюда пришпандорим. Она у нас тоже будет работать от переключателя. Вот так вот. Теперь у меня будет светить, как не знаю чё. Также мы вот этими коробками оградим нашу седуху. Интересно, а в эти коробки можно что-нибудь складывать? Ну-ка, давай попробуем использовать. Не, не получится. Прикинь. Пока я тут, короче, разбирал вот эту вот халупу, ко мне пришли коровки. А у меня с собой, кстати, была как раз-таки кукуруза. На, держи кукурузку. А вот и молочко посыпалось. Ой, хорошечно. Сегодня вечером молочком запью свои. А чё я запью? У меня ничего нет пожрать. Я ещё грядки даже не сделал. Уже ночь. Хочу жрать, не могу. Сейчас молочка с тобой бахнем и поедем. Вот что осталось от нашего ларька. Разобрать я смог только один. Второй вон целёханик. Стоит вон там он. Вон он стоит, видишь? Но моё корыто превратилось вот в такую вот цыганскую повозку. Ты посмотри на неё. Тут и фреш. Тут, короче, и касса вон стоит. Касса вот наверху. Тут и антенна есть для телевидения. Короче, это можно сказать прямо это. Город на колёсах. Огромен. Там вон холодильник стоит. Там кровать на втором этаже. На второй этаж, кстати, можно добраться. Вот смотри. Залазим спокойненько. И пролазим вот так вот. Кровать. Можно сесть. Нет, не здесь сесть. Короче, тут у меня даже крылья и мигалочки вот такие вот. Знаешь, на самолётах специально такие ставят маячки, чтобы другие самолёты тебя видели. В общем, всё. Я не знаю, поедет всё это или нет, но мы сейчас это протестируем. И, кстати, узнаем, влияет ли вес на скорость. Погнали. Ну, насчёт веса, да, походу, влияет. Ух, как буксуют колёса. Мой трицикл еле-еле едет, но он едет. А ещё я нифига не вижу. Давай от первого лица поедем. О-о-о, весело. Так, отдаляемся. Ой, завал, завал происходит. Мы падаем. Блин, как бы мне это всё теперь довести? Чёрт возьми, мы упали. Но тут горочка, я надеюсь, что мы доедем. И с горочки скатимся. Давай. Я верю, что мы доедем. Ить! Ить! Бедный трицикл. Короче, вылазим с точилы. Попробуем её толкануть. И раз этого... Толкается? Нет, не толкается. Чё-то физика здесь как-то не продумана. А если за колесо вот так вот? Не, нифига. Блин, чё делать? Есть одна мыслишка. Короче, берём вот так вот. И просто на своих ручках тащим до мастерской. И всё. Чисто читерский подход. Так, я вижу, там робота. Надо его же бахнуть. Ставим, значит, наш драндулет здесь. Пойдём сейчас ему надаём люлей. Он нас уже запалил. Смотри, как у него искрится антенна. Ой, да вас там двое. Надеюсь, двое. Эй, протуха! Процва металлическая! Поделись металлом для моих построек. Чёрт, я сейчас могу огребстить. Еее! Я победил. Отлично. Ты посмотри на мой трицикл издалека. Прям сияет, как новогодняя ёлка. Гляди, а чё там сияет такое? Вот это вот, это что такое? Неужели это контейнер зелёный? Ну а кое он тут появился, если его тут раньше не было? Очень подозрительно. Они чё, респауниться, что ли, рандомно? Или тут самолёт пролетел, сбросил мне ресурсики, и вон там появилось. Я тут всё оббегал. Тут не было раньше таких контейнеров. Странно. Блин! Я переключился, короче, на... Ну да. Я переключился на молот, а это означает, что я сбросил все настройки подъёмника. Нужно бежать заново за тачкой. Вот он, мой трицикл заваленный. Бедненький. Уже утро, а я всё бегу. Давай, короче, попробуем с горочки скатиться на моём тракторе. Ой, по-моему, я не так поставил. Подождите. Он задом поедет. Да ладно, какая разница, задом, передом. Главное, чтоб ехали. Ой, завалимся, ой, завалимся, на дыбы встали. Так, ещё разочек. Давай, ещё разочек. Ого, как встали. Подых. О, ништяк. Садимся за руль, быстрее. Ой, блин. Мой же драндулет меня снял. Вставай, бородатый. Ушная. Ну, он сейчас в воду упадёт же, блин. Стой, 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 стой. На подъёмник. И вот сюда его. Вот так вот, отлично. Фух, успели. Чуть не утопил свой огромный дом. Всё, погнали, тут прямая. Горок нет. Я думаю, доедем. Нам нужно всего лишь набрать скорость, и там уж по накатанной пойдёт. О, поехали. Усо. Почти доехали. Вот, 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 вот. И я завалился. Ну ладно. Тут я думаю, что мы... Давай вылазим. Вот так вот сделаем. И просто дотащим нашу тачку. Фух. Притащил. Еле-еле. Ну чё. Выпиваем молочка. И занимаемся грядочками. Это была долгая ночь. Капец какая. Надеюсь, она окупится. Грядки, короче, я буду разводить вот здесь вот, на песке. Потому что тут есть водичка. А ещё тут ведёрочка. Очень хорошо. Будь чем грядочки поливать. Итак. Начинаем посадку. Вначале делаем грядочки. Так. Грядочки у нас готовы. Единственное, что меня беспокоит, то, что я не могу развернуть грядку, чтобы она у меня была параллельно вот так вот морю. Ну что есть, то есть. Значит, теперь нам нужно здесь построить какой-нибудь сарай. Или то, что будет защищать эти грядки. Но прежде чем их строить, давай попробуем посадить здесь щитонибудь. Чтобы пока мы занимались строительством, это уже росло. Итак. Здесь у нас есть морковка, картошка, помидор и редис. Нужно теперь это всё залить. Как раз вот этим байдорочком воспользуемся. Появился таймер, что через 13 часов к нам придут роботы. Что ж, будем защищать нашу фермочку. А пока что поливаем. Совсем забыл про удобрения. Я их выложил у себя в шкафчике. Надо за ним избегать. О, смотри, это же почти как я, чувачок. Не замечал этот постер. Так. Где у меня удобрения? Вот удобрения, отлично. Опрыскиваем весь наш урожай. Ну, а теперь переходим к строительству нашего небольшого сарайчика. Или, как сказать по-другому, теплицы. Только укреплённой. Разбираем наш драндулет. А! По башке прилетело. Короче, дело к ночи. Уже 8 вечера почти. Я хотел сделать здесь дверь. Поставил тут даже подшипник небольшой, который поворачивается. Прикрепляю к нему вот такую вот дверцу. Типа, хотел поставить контроллер, чтобы, вот нажимая кнопочку, двери открывались и закрывались. Точнее, не контроллер, а переключатель. И хотел это всё подсоединить. А, 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 нифига. Нельзя это подсоединить, прикинь. Вот это вообще обида. Получается, теперь я могу заходить только вот так вот. Если толкать всё это дело. Вот так вот эта дверь открывается. Но меня это не устраивает. Сюда может любой вой... Ой, прилетело по шапке мне. Нормально так. Короче, сюда может любой войти. Так, придётся мне тогда всё это дело пока разбирать. Сейчас уже скоро, кстати, роботы прибегут. Три часа осталось до них. А я тут со своим сарайчиком всё вожусь. Блин, я уже кушать хочу. У меня там вроде как на грядке что-то созрело. Вот, например, морковка созрела. Нет, ещё, ещё растёт. Всё, загреваю свой огород. Вот так вот. Надеюсь, он будет в целости и сохранности. Вот эту штуку, наверное, здесь оставим. Сейчас всё надо подобрать. Скрипич. Это чисто материалы для строительства. И поставим маячок сверху. Табличку фреш тоже снимем. Поставим где-нибудь здесь. Вот так вот. Крышу не знаю, стоит ли её делать. Блин, зачем я сюда запрыгнул? Я ж не выберусь. Кстати, а я сюда могу запрыгивать, а выбираться я буду по лесенке. Сейчас я её быстренько тут сморганю. Вот такую вот лесенку небольшую. Оп. Оп, и выбрался. А запрыгивать вот сюда, вот так вот. И ништяк. И дверь даже не нужна. Остались последние две баночки молока. За моё здоровье. За мой животик. Подкрепились чутка. Опа. Что-то тут было. Что-то шумело. Мне показалось. Ещё один час и роботы сюда прибегут. Надо отвезти точилу отсюда, чтобы она не пострадала. А, с подъёмника надо убирать. Забыл совсем. Погнали. Восемь, семь, шесть, пять минут. И смотрим, что произойдёт. Я буду сверху. А вот и роботы пошли. Смотри-ка, время закончилось, огород созрел. Я его могу быстренько собрать. Но я хочу посмотреть. Выбежал, кстати, всего один робот. А, нет, смотри. Их отряд бежит. Капец. Со всех сторон. И что вы будете делать? Ломать вот эти штуки? Ну, смотри. Они сюда проникнуть уже не могут. Ломает. Реально ломает. Пошли вон. Это мой огород. Охренеть. Охренеть. Они сломали половину моего забора и половину моего огорода. Вон там ещё стоит, чувак. Стоит и смотрит. Ух. Если бы он пробил вот эту сторону, я бы не смог защитить свой огород. Вот вообще. Ну, капец. Ну, ладно. Хоть что-то выжило. Можно сейчас всё собрать. Картофан. Инвентарь полный. В смысле полный? У меня одна ячейка ещё пустая. Давай-ка сюда фонарик прикрепим. Вот такой вот. Всё посветлее будет. Инвентарь освободился. Картофан забираем. Морковку сейчас. С морковкой надо придумать. Что? Крышу сейчас лупанём сюда. Вот такой вот. И морковку забираем. Отлично. Теперь можно наконец-то поесть. Хорошечно. Давай-ка высадим ещё немножечко рассады тут. Кстати, в комментариях писали, если огород будет небольшой, то роботы не прибегут. Вот смотри, я посадил здесь сколько? Восемь ростков. Смотрим. Пока ничего. Насколько должен быть большим огород, чтобы к нам прибежали? Блин, лампы совсем не светят. Надо яркость поднять. Ярче, ярче светите лампочки. Во! Вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Короче, я всё удобрил, всё залил. И смотри, таймера нету. Блин! Неавторизованное замедление. Что за замедление? И таймер появился. Эээ, капец. Всё-таки роботы прибегут через 20 часов, грубо говоря. Ладно, пойдём пока займёмся своими делишками. А именно, я хочу для своего трицикла вот такое вот огромное колесо назад. Чтобы оно прям широкое было. А то у меня узенькое. А мне надо широкое. Для этого нам нужны соты, естественно. Помимо колёс, я хочу ещё новый двигатель, чтобы он прям мычал. Сенсоры есть. Это что, спортивная подвеска? О, спортивные подвески. Нифига себе. То есть можно амортизацию ещё замутить. Круто. Вот, смотри, бензиновый двигатель. Нормальный. Ёшки-матрёшки. Вот это что такое? Если все детали я знаю, вот это чёрное, это что? Это масло, что ли? Где такое найти вообще? Где масло найти? Такие инструменты, блоки. По всей видимости, вот этот материал с кого-то выпадает. Так что с двигателем нам придётся повременить. Электродвигатель есть. Нужна батарейка. О, можно электродвигатель сделать. Прикольно. А, ну тут написано, что это слабый двигатель с настраиваемой мощностью. То есть, возможно, он даже нам и не подойдёт. Прежде чем отправляться за сотами, я думаю, навести тут красоту. Выставить тут цветочки. Что там я ещё насобирал? У меня там было ещё что-то. А, вот, табличка какая-то. Смотри, там что-то было написано. Не входить. Против роботов надо повесить вот тут. У входа прямо. Вот так вот. Пришло время разобрать мой драндулет. Коробки снимаем. Кассовый аппарат убираем. Антенну тоже. Местов нет. Коробки здесь пускай постоят. Табличка open. Убираем. Табличку с закрытием тоже поставлю здесь. Блин, не с open. А с закрытием. О, чтоб никто сюда не входил. Что ж, пришло время разобрать колёса. Я их буду складировать. Вот здесь на входе прям просто буду сверху так складывать. Как на шиномонтажке. Ну что, пришло время тебя перебрать немножечко, друг мой. Ну и что, ты готов узреть нового переработанного третикла? Тогда, тадан. Вот так вот он выглядит. Очень круто, очень стильно. Да, я сделал такие вот арочки. Также защитил заднее колесо. Это у нас выхлопная труба. В общем, всё теперь из дерева. И, конечно же, фара передняя у нас теперь вот такая вот мощная. Яркая. В общем, всё теперь стало круче намного. И я хочу перекрасить свою точилу. Для того, чтобы это сделать, нужно сделать краскопульт. Вот он, этот краскопульт. Что там нужно? Вот этот вот тёмный фрагмент, это что? Блоки тёмные есть у нас такие? Или элемент, может быть? Нету таких блоков. И что ж это за невидумая фигня такая, а? В общем, напиши мне обязательно об этом в комментарии. Так, ну а сейчас настал момент Х, чтобы проверить, насколько мощнее стал наш драндулет. Оооо, нифига себе, задняя ось аж подлетает. Да, он стал намного шустрее. За счёт того, что мы снизили вес. Вместо металла у нас теперь дерево, оно значительно легче. Посмотрим напрямую сколько. Какая скорость. Ух, нифига себе. Так, я что-то понять не могу, что происходит. Как-то странно, машина всё равно едет. Очень странно. Короче, опа-на. Здорово. Хотел заценить мой драндулет или прокатиться на нём. Но не портануло тебе, дружище, потому что у тебя нет рук. У тебя только вилки. Короче, тут однозначно нужно менять двигатель. Несмотря на то, что вес мы снизили, колёса у нас крутые, однозначно проблема в двигателе. Всё равно мы едем как-то не так. Что-то не то. В общем, ладненько. Будем ещё мыслить, думать. Пиши также свои идеи и комментарии, что дальше делать. Ну а на сегодня это всё. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить свой лайкос и подписаться на канал, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok